Давайте, наверное, потихоньку начинать. Остальные, собственно, уже в процессе подключатся. Кто не знает, меня, соответственно, представлю. Согой Фруслан. Отвечаю за сетевое оборудование в компании Appymatica. И, собственно, сегодняшний у нас топик – это новое оборудование, новая линейка производителей Appymatica, которая у этой Appymatica на рынке, где присутствует. Собственно, это Россия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Узбекистан. Собственно, вендор китайский. Так, секунду, что-то не нравится. Вендор китайский. Достаточно давно на рынке как ОЕМ-производитель выступал. С 2009 года. Но достаточно недавно, буквально с прошлого года, он начал заниматься своей маркой, маркой Vitec. И, собственно, отошел от ОЕМа и очень активно начал развиваться именно в этом направлении продвижения своего сетевого вендора. Значит, компания состоит в большей части из инженеров, причем как и софтверных, так и хардверных. То есть умеет делать и железо, и софт. По качеству продукции нареканий никаких нет. Все там очень хорошо сделано. Мы сами как бы скрывали, проверяли качество пайки, качество сборки на высоте. Плюс, соответственно, компания сама разрабатывает блоки питания под ОЕМ-производительные. Всевозможное решение, да, то есть не берет их на стороне и гарантирует качество и этого узла в том числе. Компания предлагает, в принципе, на рынок из линейок, да, что она предлагает. Это коммутаторы PoE, достаточно широкая линейка, о которых сегодня не пойдет речь, поскольку первый контейнер с оборудованием к нам заходит именно по коммутации. Но также есть и линейки с Wi-Fi. То есть Wi-Fi мосты, Wi-Fi точки доступа с контроллерами. Вот, о них мы тоже будем говорить. Сегодня только про коммутацию пойдет речь. Ну, собственно, мировое, текущее мировое присутствие. Начинали они с Латинской Америки. Много реализации проектов в операторах связи, в сетевишных проектах. Ну и, собственно, за счет компании Appymatic расширяет достаточно сильно территории свои. Ну, надо отметить здесь, наверное, что по данному вендору у нас, соответственно, эксклюзив по всем нашим территориям, где мы находимся. Давайте перейдем, собственно, к продукции, к коммутаторам. Как я уже сказал, о них сегодня пойдет речь. Большая часть продукции, надо отметить, она достаточно простая. То есть это не управляйки, но есть определенные фишки, да, чем, собственно, они отличаются от других на рынке. Ну и, собственно, пройдемся по этим дополнительным фишкам, да, этому функционалу. Какой он существует, да. Например, собственно, да, в ряде коммутаторов у нас реализована технология передачи поя из рнета на расстояние до 250 метров, да. То есть переключением в режим Extend происходит передача, соответственно, питания на расстоянии до 250 метров. Многие знают, что в из рнати обычно это ограничение 100. В проектах, допустим, видеонаблюдения часто требуется передать, собственно, сигнал на большее расстояние. Без каких-то дополнительных репитеров у нас это реализовано. Реализовано, соответственно, в виде физического переключателя на коммутаторе, да, и который позволяет включать этот режим. Далее, соответственно, в ряде коммутаторов реализован режим VLAN. Ну, отмечу, что это неуправляемая вещь, все идет про неуправляемые коммутаторы. Достаточно простой, как бы, VLAN имеет в виду изоляция портов, да. Абоненты не имеют возможности, соответственно, видеть трафик других абонентов, да, на LAN портах. Это, собственно, может применяться в решениях, где необходимо сделать некую, как бы, секьюритизацию, да, для определенных посетей. Соответственно, ну, как я уже сказал, да, вот эти режимы, они в виде физического переключателя оформлены на коммутаторе. Часть, соответственно, коммутаторов, большая часть, наверное, коммутаторов, это активные POE, стандартные 802.3 ATF, всем известные и понятные, да, то есть 48 вольт с автоопределением, есть ли там абонент или нет на той стороне. Соответственно, часть коммутаторов это с пассивным POE коммутаторы, вот, решения, которые очень часто используются в Wi-Fi точках доступа различных бюджетных производителей. Вот, есть решения, соответственно, с совместным POE, то есть и активное, и пассивное POE в одном лице, с автоопределением, собственно, на портах, какое POE выдавать. Едем дальше, собственно, маленькие коммутаторы, то есть 5-8 портов, исполненные в упаковке консюмерской, то есть можно поставить на полку, торговать через розничные сети. Ну и дальше, собственно, перейдем уже более детально к каждой линейке, что она из себя представляет и какой функционал у каждой линейки есть. Ну, наверное, самая интересная линейка, это линейка коммутаторов для телефонии, была разработана совместно с компанией Appimatic. Собственно, задача у нас была разработать коммутатор, стоимость порта которого будет равна стоимости блока питания для телефона, либо чуть ниже. Ну, собственно, эта задача была достигнута. То есть эта линейка очень бюджетная, такого, в принципе, на рынке сейчас не существует. Если кто найдет цены на похожее оборудование с похожими характеристиками, присылайте в личку, будет интересно увидеть. Но, собственно, анализ рынка был проведен достаточно глубокий, таких решений пока нет на рынке. Значит, в этой линейке, соответственно, реализованы такие технологии, как я уже говорил, 250 метров, VLAN, ну и плюс, соответственно, еще и технология COS. Собственно, они, вот этот слайд, то есть это упрощенный, скажем так, вариант COS, но он, опять же, как бы внеуправляй, как есть, да, это лучше, чем отсутствие COS как такового. Вот, то есть смысл какой, да, что часть портов имеют более высокий приоритет, и, соответственно, трафик от них проходит, там, как по выделенной полосе, да, на многополосном, на многополосном магистрале, да, вот. Ну, пример, собственно, использования на слайде указан. Давайте, да, по вопросам, я вижу тут несколько вопросов про UPQ, про TGNET. Чуть дальше, собственно, будут на слайдах, да, информация по этому поводу. Значит, для чего, собственно, эта линейка предназначена, да, ну, как, собственно, выходит из названия, в первую очередь, это мы рекомендуем для IP-телефонии, поскольку, опять же, стоимость порта уже меньше, чем блок питания, да, и реально, ну, нет, нет необходимости, да, в покупке или, там, в замене блока питания, лучше уже полноценно сразу инфраструктуру развернуть, то есть, там, с одним кабелем от коммутатора до, собственно, до абонента, до телефона, да, нет необходимости искать проблемы в, не знаю, передаче питания, в блоках питания. Все мы знаем, что в блоке питания это такой расходник. По большей части для большинства устройств многие производители дают на них пониженную гарантию, там, три месяца, полгода, да, у нас, соответственно, три года на коммутатор, на блоке питания, то есть, это сильно сокращает, как бы, и капексы, и опексы в целом. Также мы, соответственно, можем рекомендовать эту линейку и под, соответственно, другие устройства, вот, опять же, терминал ВКС, который представлен в нашем портфеле, да, поскольку, соответственно, порты все продерживают стандарт АТАФ, то есть до 30 ватт дает, ну, надо отметить, что суммарная мощность у этих коммутаторов относительно небольшая, в районе, в среднем, 6 ватт на порт, если разделить, соответственно, общий бюджет, поэтому нужно, как бы, считать, собственно, да, читать, сколько потребляют ваши абоненты, да, и подбирать уже гарантированно, как бы, коммутатор. В принципе, за подбором можете обращаться всегда в компанию IP-матико, к менеджерам, в тех отделах, всегда будем рады помочь. Соответственно, далее, что можно подключать, это бюджетные IP-камеры, в принципе, они также кушают, там, немного, там, 3-4 ватта, и различные точки доступа стандарта 802-3 АТАФ. По конкурентам, в принципе, да, что на рынке есть, они, с одной стороны, то есть я подбирал ближайших, хотя бы, хоть как-то ближайших, да, по портам, там, по, соответственно, мощности, но по факту, как бы, видно на таблице, да, что там у многих нет вот этого дополнительного функционала в виде ВЛАНов, КОСов, 250 метров, плюс цена значительно выше. Пример, сравнение на конкретных модельках далее идут. Ну, я думаю, сейчас останавливаться не будем, дальше в записи можно будет на YouTube-канале нашем посмотреть. Ну, опять же, у нас тут и портов больше, и различный функционал, и цена, как видите, значительно ниже. По вопросу был по ТИЖЕНЕТу, соответственно, ТИЖЕНЕТ также будет дороже в данном случае данных коммутаторов, плюс в нем отсутствует, опять же, функционал ВЛАН, КОС, 250 метров, то есть это решение, ну, если мы говорим про неуправляемые коммутаторы, да, то это решение будет менее интересно. Так, давайте, может быть, сразу тогда вот по вопросу 250 метров, это на, да, на 10 мегабит непосредственно, то есть скорость снижается со сотки на десятку, и, соответственно, выдается повышенная мощность, и, соответственно, за счет чего достигаются такие расстояния по передаче данных. Далее еще один пример сравнения. Вопросов много посыпалось, давайте попробуем параллельно тоже на них отвечать. На всех портах одновременно. Если речь про 250 метров, да, на всех, соответственно, портах 250 выдается. Тумблер, да, один, то есть он либо включает этот режим Extend, либо коммутатор работает в базовом режиме, либо, соответственно, в режиме ВЛАН. Уже ВЛАН, да, по поводу второго уровня ВЛАНа, соответственно, да, речь идет, опять, про неуправляемые коммутаторы, но ВЛАН, как я уже сказал, тут достаточно простой, да, имеется в виду изолирование портов, посредственно. Поэтому, ну, полноценным ВЛАНом его нельзя назвать, аль два уровня, поэтому, ну, собственно, и коммутаторы и позиционируются как неуправляемые, да, и правильнее, наверное, позиционировать все-таки как неуправляемые коммутаторы. Едем дальше, да. Про VBQ будет дальше, да. Слайды? Пока вроде вопросы на все ответил. Так, значит, ну, собственно, таблица сравнения коммутаторов в этой линейке, да, от Vitec, видно, соответственно, чем отличаются. Это приоритет по портам, как в таблице тоже указан, то есть в одних коммутаторах это два порта с приоритетом один, остальные с приоритетом два, в других коммутаторах четыре порта, восемь, шестнадцать, ну, и так далее. Тут отметить, наверное, нужно еще следующее, то есть коммутаторы в базовом варианте поставляются с распиновкой, ну, наиболее распространенной для, соответственно, для активного ПОЯ, это 1, 2, 3, 6, но, в принципе, под проекты можно говорить о поставках с другой распиновкой, 4, 5, 7, 8. Ну, собственно, да, вот вопрос про ПОЯ ПИНа, о чем я сейчас и рассказал, да, то есть это по каким жилам непосредственно выдается напряжение, да, ПОЯ. Соответственно, всего восемь жил, да, в витой паре, все мы знаем, да, в нормальном витой паре, вот, и, соответственно, выдача идет по-разному, то есть есть варианты ПОЯ различные, то есть тип А, тип Б, да, вот у нас, соответственно, распиновка, она более распространенная, 1, 2, 3, 6. ПОЯ вопрос, соответственно, дальше тоже будет информация по ПОЯ. ПОЯ. Пока речь только про стандарт 802.3, то есть активный ПОЯ, полноценный ПОЯ. Ну, да, здесь, наверное, еще надо сказать, что в линейке есть 48-портовый коммутатор, многие наши заказчики интересовались такими решениями, где необходима высокая плотность по подключаемым оппонентам, либо ограничения, соответственно, в стойке, в шкафу, в ящике. Соответственно, теперь это решение у нас есть. Дальше едем. Следующая линейка – это фастовые коммутаторы 100-мегабитные, тоже с активным ПОЯ, уже, ну, скажем так, со стандартной мощностью, там, в среднем 15 Вт на порт, вот, соответственно, в них также реализован функционал 250 метров ИЛАН, и ценник, соответственно, тоже очень приятный для наших партнеров, ну, и, собственно, для конечных заказчиков в том числе. Для кого, соответственно, это, для чего эта линейка предназначена, уже, соответственно, можно догадаться, что можно подключать более прожорливое устройство, ну, телефоны, понятно, соответственно, более продвинутые камеры и Wi-Fi точки доступа. Опять же, не забываем считать все-таки бюджет ПОЯ, да, и на всякий случай проверять. Желательно, мы рекомендуем, желательно закладывать процентов 20 по мощности в плюс, ну, на всякий случай про запас. Значит, по конкурентам, опять же, собственно, таблица представлена, то есть с известными сетевыми вендорами мы, ну, тут по факту как бы не конкурируем, цена ниже, дополнительный функционал. Есть небольшие линейки у компаний, которые профессионально видеонаблюдением занимаются, и ряд, соответственно, конкурентов, правда, в более, опять же, дорогой ценовой нише от, ну, скажем так, менее известных производителей. Вариант сравнения на слайде, собственно, опять же, сам за себя говорит. Едем дальше. Таблица сравнения, дальше посмотрите, в принципе, тут, опять же, мне тут уже, наверное, комментировать ничего не надо. Можно заметить, что мощность здесь раза в два, наверное, больше общей мощности ПОЯ, да, чем в линейке для телефонии, для ВАИПа. Да, ну, тут, наверное, надо отметить, что в этой линейке есть модель интересная для видеонаблюдения с тремя гигабитными оплинками, да, то есть там, где необходимо поставить какой-то локальный пост оператора, да, это можно реализовать на данном коммутаторе. То есть подключаете камеры к портам, соответственно, NVR к одному гигабитному порту, ко второму, соответственно, оператора связи и оператора, вернее, видеонаблюдения и, собственно, один порт на АПЛИН. Следующая линейка – это, собственно, гигабитные коммутаторы, опять же, 802.3 ATF активный ПОЯ. Состоит она из двух подлинеек, соответственно, это неуправляемые, и управляемые здесь коммутаторы появляются. Неуправляемые, опять же, с функцией VLAN. Здесь уже 250 метров, поскольку это гигабит реализовать, нет такой возможности. КОС, опять же, как бы отсутствует. КОС присутствует только в линейке для телефоней. Управляемые коммутаторы, ну, тут, собственно, функционал достаточно стандартный, базовый, но для 80% потребностей заказчиков, которые хотят реализовать проекты в виде наблюдения, либо Wi-Fi, телефонии, офисное какое-то применение – это более чем достаточно. Присутствует в этой линейке, в этих, в принципе, линейках, в неуправляемых и управляемых коммутаторах с двойным питанием и от переменки, и от постоянки. Собственно, применение. Ну, тут понятно, поскольку гигабит, поскольку, соответственно, есть управляемые вещи, то более широкое такое применение в качестве офисных коммутаторов. То есть можно часть портов, соответственно, использовать как порты для подключения по абонентам, часть, соответственно, для обычных абонентов. Ну, не забываем, если мы телефоны подключаем, часть телефонов, соответственно, имеет два порта гигабитных, да, и, собственно, через телефон можно подключить компьютер. То есть экономим на портах коммутатора. Wi-Fi, опять же, различная видеоконференц-связь и, собственно, видеонаблюдение. По конкурентам табличка сравнения. Здесь по цене мы, ну, недалеко, скажем так, от сетевых вендоров находимся, но, опять же, есть преимущества по более высокой мощности, по количеству портов, по наличию там VLAN. В L2, соответственно, по мощности преимущества и их ценовое преимущество есть. Например, сравнение. Собственно, линейка, ну, на самом деле, линейка шире. Просто сегодня у нас речь про именно те устройства, которые в ближайшее время к нам будут заходить на склад. Поэтому неуправляемые коммутаторы в таком варианте представлены. Соответственно, управляемые коммутаторы в таком варианте представлены. Живые примеры инсталляции в различных странах. Переходим, собственно, дальше к пассивному ПОЯ, вопрос о котором, собственно, был выше. Присутствует, соответственно, линейка с пассивным ПОЯ. Еще раз, то есть для тех, кто не знает, пассивное ПОЯ, это можно назвать такой бюджетный, скажем так, бюджетный вариант активного ПОЯ. То есть урезан функционал, который определяет, собственно, есть ли абонент на той стороне, который нуждается в питании. То есть и в каком питании он нуждается. Всегда, собственно, выдается на порт 24 вольта. Ну, в данном случае, как бы в этой линейке 24 вольта. И применяется это в основном в бюджетных точках доступа Wi-Fi от таких производителей, как Ubiquity, Microtik, Plink и другие. То есть там, где необходимо экономить по максимуму, производители пытаются, собственно, и использовать такие решения. То есть нужно понимать, что если вы используете этот коммутатор, то абонент, он всегда должен быть по Ешной с той стороны, и он должен быть пассивный ПОЯ. Есть риск, соответственно, определенный, да, если вы подключаете абонента, да, но он, собственно, не умеет потреблять вольт. Вот, если у него защиты нету, да, на, соответственно, своих контактах, да, по питанию, то могут быть какие-то проблемы. Ну, по факту, соответственно, многие используют Wi-Fi вообще без проблем и решения. Опять же, соответственно, цена ниже всех. Ну, собственно, наверное, добавить особо нечего. Есть линейка как управляемых, так и неуправляемых коммутаторов. Соответственно, распиновка идет наиболее распространенная, 4, 5, 7, 8. Вот проекты, можно говорить, опять же, о другой распиновке ПОЯ. Что подключаем? Ну, как я уже сказал, то есть Wi-Fi-точки различные, различных производителей, именно с пассивным ПОЯ. Так выглядит линейка коммутаторов неуправляемых. Так выглядит линейка управляемых коммутаторов. В принципе, презентации по запросам будут высланы. Обращайтесь в отдел продаж, ко мне напрямую. В этой линейке есть еще инжекторы. Соответственно, инжекторы уже идут с вольтажом 48 вольт. То есть, это вольтаж такой же, как и в активном ПОЯ. Распиновка, соответственно, 4, 5, 7, 8. Надо отметить, что, соответственно, эти инжекторы подходят под питание телефона и олинг. Ну и, в принципе, под большинство современных абонентских устройств, которые поддерживают активный ПОЯ. Поскольку, ну, как правило, производители, которые закладывают активный ПОЯ, они не экономят и, соответственно, поддерживают. Эти устройства поддерживают распиновку двух вариантов. Да, и 4, 5, 7, 8, и 1, 2, 3, 6. Поэтому совместимость есть. Если, соответственно, есть какие-то подозрения, что будет не работать, обращайтесь. Да, проверим именно вашу пару, да, с чем, соответственно, планируете связывать и подтвердим, работает или нет. Едем дальше. То есть, у нас есть также и линейка коммутаторов, которые поддерживают и активное, и пассивное ПОЯ. То есть, некое такое универсальное устройство в автоматическом режиме, соответственно, выдает на порты нужный стандарт, да. Соответственно, можете подключать и телефоны в виде наблюдения активного ПОЯ, либо, соответственно, Wi-Fi-ные точки, домофоны, интеркомы различных производителей. Очень интересное решение. В принципе, по конкурентам на рынке, ну, можно сказать, что практически и нет такого. Едем дальше. Дальше, собственно, большая часть презентации будет по решению для операторов связи. Состоит оно, соответственно, из нескольких устройств. Это, соответственно, если сверху смотреть, сверху вниз идти, это оптически. Если по слайде, вернее, идти тогда сверху вниз, значит, это абонентский роутер Wi-Fi-ный с питанием ПОЯ. То есть, он выдает ПОЯ на плент порт. Пассивное ПОЯ, 24 вольта. Соответственно, линейка коммутаторов, которые запитываются от этого абонентского устройства. То есть, им нет нужды в стационарном питании. То есть, они берут именно от абонентов эти 24 вольта и, собственно, функционируют от него. И, соответственно, коммутатор оптический для агрегации оптической. Что, собственно, в чем фишка, в чем, собственно, интерес данного решения. Дальше, собственно, будет на слайдах показано. Как я уже сказал, питание от абонента возможно вот в таких вариантах. То есть, коммутатор, несколько, соответственно, Wi-Fi-ных роутеров. Коммутатор, в принципе, достаточно хотя бы одного абонента, чтобы был он у него на порту, для того, чтобы он завелся и, собственно, начал работать. Если, соответственно, несколько абонентов подключены к портам, то и идет распределение питания. Определенная защита там по питанию идет. Коммутатор берет столько, сколько ему надо. Плюс ко всему, соответственно, в коммутаторе реализован по и по сроу, так называемый. То есть, можно питать еще и вышестоящее устройство. То есть, коммутатор через себя питание еще прогоняет. Ну и на слайде вот изображено, что там и к самому коммутатору нет необходимости искать розетку 220 и, соответственно, к Wi-Fi-мосту. Тоже, соответственно, такой необходимости нет. Вариант применения без, соответственно, коммутатора, когда оператор заходит Wi-Fi-мостом в какую-то область, к компоненту, да, состоит, собственно, решение всего из двух устройств. Это роутер с ПО-питанием, да, и, собственно, одной части моста Wi-Fi-мостом. Вариант, соответственно, такое применение. То есть, если наша линейка Wi-Tech-овских абонентских роутеров не нравится по дизайну или как-то по функционалу. Хотя про функционалы забыл сказать. Функционал в роутерах достаточно большой, поскольку используются прошивки OpenVRT, DDVRT. То есть, оператор может ставить там что угодно, накатывать на них. Но, тем не менее, собственно, пожалуйста, то есть, можно использовать любых других производителей, бюджетных или какие вам нравятся. Собственно, Wi-Fi-роутеров, да, для этого потребуется только, когда еще, дополнительный блок питания в виде инжектора. Опять же, как у пассивного, 24 вольта, стоит он копейки. Вот. И, пожалуйста, вы используете любое абонентское устройство. Ну, на этом слайде, опять же, по и по сру показано. То есть, коммутаторы могут питаться друг от друга. То есть, можно некие там гирлянды, да, из них делать. Ну, вот так выглядит решение, ну, если здесь операторы присутствуют в сегодняшнем вебинаре, то, наверное, что-то напоминает пункт. Ну, и по большей части, наверное, мы рассматриваем это оборудование, да, и предлагаем это оборудование как некую альтернативу фонсетям, то есть пассивной оптической сети. Физически, ну, это вот так вот выглядит. Соответственно, если это во внешнем боксе, как коммутатор поставляется, то в нем еще есть место для установки оптических пластин, то есть нет необходимости муфты еще дополнительно вешать. Все удобно, функционально, быстро в установке. Ну, и, собственно, да, поскольку я уже затронул как бы тему PON, да, таблица, да, сравнения, собственно, чем же мы, чем наше решение интереснее, чем PON. Собственно, кто работает с данной технологией, знаю, да, что, соответственно, первое, наверное, что бросается в глаза, это скорость, да, скорость, соответственно, до 2,5 гигабита на всю оптическую ветку, да, в которой, соответственно, находится с 64 до 128 абонентов. Вот, то есть по факту, там, хотя и гиг вы, там, теоретически можете предлагать абоненту, но до него гиг этот не дойдет. Вот, в нашем варианте, соответственно, можно нарезать различные тарифы вплоть до гигабита, то есть это полноценный мизернет, да, никаких ограничений, никаких заморочек. В PON, соответственно, какой минус еще, да, это все решение, ну, несколько завязано, да, на одного вендора. То есть это и базовые станции, это и абонентские устройства, это и SFP-модули, все должно быть одного вендора. Есть, конечно, там некие совместимости большие, там, от вендора к вендору, но по факту, либо это очень криво работает, либо с костылями, либо, там, не с полным функционалом. В нашем варианте, соответственно, совместимость полная с любым оборудованием, поскольку это, там, полноценный мизернет, технология много лет уже на рынке, да, любое, как и любые другие коммутаторы агрегации можете использовать, как, собственно, и абоненты, как я уже сказал, да, абонентские устройства можете использовать любые. По абонентским устройствам в Pony, соответственно, опять же, ограничение от производителя вы имеете, в Pony, соответственно, ограничение по дальности оптического линка до 20 километров, соответственно, в нашем варианте любые SFP можете любых производителей применять, WDM, DVDM, собственно, на ваш выбор, там, любые расстояния. Соответственно, по масштабируемости, опять же, да, проблема Pony, да, многие знают, что, соответственно, нужно заранее рассчитать вашу сеть, где у вас будут абоненты, потенциальные абоненты, вне зависимости от того, будут они подключаться или не будут подключаться. Вы, собственно, должны рассчитать, понять, где будут находиться сплиттеры, пассивные и так далее, то есть рассчитать оптические бюджеты. И если начнутся появляться абоненты не там, где, собственно, вы предполагали, то, извините, подключить уже не получится, да, не хватит бюджета, ну, по факту, да, оптического бюджета просто может не хватить. Соответственно, в нашем варианте, там, масштабируемость любая, да, практически любая, простота расчетов, опять же, да. Ну, и в заключение, соответственно, понятно, что в Pony, опять же, это большие вложения, достаточно большие вложения в инфраструктуру, у нас это минимальные вложения, и можете постепенно, собственно, выращивать абонентскую плату. Соответственно, коммутаторы, которые с обратным Pony, с питанием от абонентов, реверсное Pony, еще его называют, да, представлены в таких вариантах, все они управляемые, в принципе, для очень бюджетных решений, да, есть и неуправляемая линейка, вот, если кому интересно, обращайтесь напрямую, можно пообщаться по этому поводу. Ну, управляемые, соответственно, мы видим, что они наиболее востребованные будут, представлены, соответственно, в разных корпусах, корпусах, в стандартных, соответственно, как коммутаторы для использования, соответственно, на чердаках, в обвалах, вариант в пластике, соответственно, защита IP67. Ну, здесь надо сказать, что в пластике, пластик там, понятно, такой достаточно простой, там нет каких-то подогревов, то есть такое решение можно использовать в теплых регионах, там, где нужно минус 40, пожалуйста, можем поставить, соответственно, коммутаторы в виде просто PCB, в виде платы, вот, и устанавливайте в любой ваш термоящик. В принципе, да, тогда по операторским железкам все. И последняя линейка, в принципе, на сегодня, это коммутаторы, которые имеют тройное питание. Это питание от постоянки, питание от, соответственно, солнечной панели и от аккумуляторов. При этом, соответственно, в коммутаторе реализованы контроллеры, контроллеры солнечной панели, контроллеры ИПП, то есть, там, полноценными мозгами, да, понимают, когда заряжать, сколько заряжать. Защита, там, от перезаряда, вот, собственно, от глубокого разряда, там, и так далее. Применение, соответственно, различное, да, это какие-то удаленные объекты, да, где, допустим, нужно в виде наблюдения стационарное установить, без, соответственно, если нет возможности установить источник питания или провести, собственно, питание откуда-то. Соответственно, места, где требуется жесткое резервирование по питанию, то есть, три варианта питания, пожалуйста, то есть, наблюдение за периметром, можно, соответственно, поставить удаленный какой-то узел, раздающий Wi-Fi, то есть, прокинуть мост на него и дополнительные уже базовые точки доступа на месте раздавать Wi-Fi. Соответственно, вживую это выглядит вот так вот, соответственно, на столбах вешаются, вешаются панели, аккумуляторы, ну, в виде дополнительной подушки, в виде земли, да, для этого закапываются, допустим, в землю, ну, или другие варианты могут применяться. Да, забыл отметить, коммутаторы поддерживают еще различное, опять же, питание, то есть, и пассивное, и активное, плюс, соответственно, в коммутаторах есть и порты с выдачей мощной 60 Ватт, то есть, для подключения каких-то высокомощных видеокамер, например, с обогревом, или ПТЗ-шных камер. Соответственно, на текущий момент линейка состоит из двух коммутаторов, управляемый и неуправляемый, ну, она достаточно активно будет развиваться в ближайшем будущем, и мы будем о ней рассказывать, да, в следующих сериях. Так, ну, наверное, перед тем, как к программе перейти, сейчас попробую ответить на вопрос последний. Солнечная батарея предлагается, нет, значит, ни солнечными панелями, ни аккумуляторными батареями компания Epimatico на данный момент не торгуют, соответственно, можете использовать любые решения, которые предлагаются на рынке. Соответственно, коммутаторы вот указаны, какие можно использовать панели. В одном варианте это 12-вольтовые, в другом варианте 24-вольтовые. Ну и, собственно, за консультациями, какой мощности панель подобрать, какие аккумуляторы выбрать, можете обращаться. У нас есть, соответственно, калькуляция, собственно, формула расчета. Вот, без проблем посчитаем. Собственно, ну и самое интересное, что же мы предлагаем в итоге, да, для наших партнеров, собственно, которые готовы будут заниматься оборудованием Vitec. Ну, как уже все догадались, собственно, это low cost, собственно, само оборудование. Все мы видим, что происходит в стране, да, повышение МДС, повышение пенсионного возраста, акцизы всевозможные, бензин и так далее и тому подобное, яровая. В общем, все, в принципе, указывает на то, что, вернее, на ту тенденцию, в принципе, мы ее четко прослеживаем, да, и видим, что наши заказчики все больше и больше требуют очень бюджетных решений, то есть уже не важен бренд, да, важно, чтобы это была цена ниже плинтуса, и оно работало. Вот, у нас есть, что предложить, поэтому, собственно, обращайтесь. То есть, такие решения есть. Значит, помимо того, что, как бы, цена ниже рынка, да, мы и предлагаем все-таки не, собственно, продавать, как бы, да, не имея какой-то безинтереса, да, мы предлагаем мажинальность, да, для партнеров достаточно интересную для сетевого оборудования. Соответственно, мы предлагаем оборудование со склада, то есть там, где компания Vitec присутствует, если мы говорим про Россию, это Москва, Питер и Екатеринбург на данный момент, соответственно, на складах оборудование будет продерживаться. Гарантия, соответственно, на оборудование, еще раз, на все оборудование, включая блоки питания, три года. Осуществляется на нашей базе проверками, заменами, то есть нет необходимости там ожидания ремонта, оборудование простое, мы, собственно, видим мы себе, что нужно менять это, просто быстро менять. Один-два дня мы его поменяли, если это, соответственно, гарантийный случай. Соответственно, мы понимаем, что необходимо вести определенное продвижение данного вендора, так или иначе, соответственно, будем делать различные промо-активности, маркетинговые активности и в офлайне, и в онлайне, то есть в выставках участвовать, вебинары, ролики, презентации и тому подобное. То есть все то, что умеет делать IP-матикам, мы будем делать и с этим вендором. Плюс постараемся добавить еще какие-то фишки. Соответственно, мы даем оборудование на тестирование, то есть, пожалуйста, обращайтесь под задачи, готовы выдавать. Соответственно, мы регистрируем, защищаем проекты, то есть, компании, которые закладывают это оборудование в проекты, да, они будут защищены, их инвестиции будут защищены. Соответственно, помогаем составлять ТЗ, то есть, опять же, если есть в этом необходимость, отыграть конкурс, да, но там нет желания или нет понимания, как составлять ТЗ, собственно, обращайтесь. Соответственно, по кастомизации под проекты, да, производитель достаточно гибок, ну, на примере той же линейки для телефоней, для IP-телефоней, которые, на мой взгляд, достаточно быстро производитель под нас разработал, да, то есть, можно видеть, что реакция достаточно оперативная, поэтому, если, собственно, есть какие-то определенные задачи, да, но на данный момент видно, что в оборудовании этого функционала нет, обращайтесь, собственно, под конкретные кейсы, да, под проекты, да, готовы обсуждать, мы открыты всегда. Кастомизация, да, кастомизация, сказал, соответственно, что еще, готовы давать, соответственно, дополнительные скидки за раскрытие кейсов, то есть, там, реализованные проекты, там, небольшой какой-то анонс с указанием, собственно, где реализован проект, как реализован фотографии, да, если вы готовы это предоставить, мы готовы вас проощрять различными способами. Русскоязычная поддержка, соответственно, от компании Айпи-Матика на нашей базе, вот, обращайтесь, специалисты выделены под это оборудование, есть. Ну и различные акции, промо-программы, соответственно, будем запускать, вот, будем приглашать участвовать, следите за новостями. Так, собственно, в принципе, у меня все на сегодня, сейчас посмотрим, есть ли тут еще какие-то вопросы, на которые я не ответил. Так, да, по защите проектов, соответственно, да, проект будем защищать, по, собственно, размеру проектов, что необходимо для этого, обращайтесь в отдел продаж, начальник, ко мне напрямую, вот, информацию предоставлю. Так. Коммутаторы, коммутаторы, она совместима с какими брендами проверялись, собственно. Ну, активная поя, понятно, что там с любым оборудованием, поддерживающим активная поя, совместима 100%, соответственно. Про пассивная поя, соответственно, это варианты, как я уже говорил, EBQ, Microtik, TP-Link, то есть с этими производителями проверилось, это работает. Так, Беларусь, да, продаваться в Беларуси планируется. Контроллер TGNet, видит ли их? Нет, контроллер TGNet, соответственно, управляет только оборудованием от своего производителя, то есть коммутаторы и Wi-Fi точки доступа, именно TGNet-овские. По TGNet-у еще раз, это несколько другое как бы оборудование, да, но, во-первых, там ценовая категория чуть повыше, во-вторых, соответственно, в линейке TGNet-у представлены L2+, L3-коммутаторы, соответственно, Wi-Fi с аппаратным контроллером, то есть это под более серьезные проекты, ну, забегая вперед, наверное, можно сказать, что там и маржинальность именно в проектных поставках на TGNet-е будет чуть побольше, чем на Wi-Tech. Wi-Tech это бюджетное решение, соответственно, с розницей ниже всех, тем не менее, как бы защита проектов тоже в Wi-Tech-е есть, маржинальность на Wi-Tech-е именно в проектных поставках будет чуть поменьше, соответственно, тем на TGNet-е. Wi-Fi, когда ждать? Соответственно, смотрите, то есть, да, по транзитам у нас ожидания коммутации от Wi-Tech-а середина августа, то есть, вот буквально две недели осталось, когда транзит придет, и, в принципе, сейчас можно уже посмотреть, какие модели как бы едут, да, если интерес есть по предварительным резервам, предварительным заказам, обращайтесь, да, отдел продаж поставим. Соответственно, Wi-Fi это будет следующий заказ, ну, предварительно могу сказать, что это еще, наверное, как минимум месяц, возможно, побольше даже выйдет. Так, что еще? Самые доступные в Казахстане. Не понял, это вопрос или утверждение, но я думаю, что это утверждение. Будем считать, что это утверждение.